Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного благовидения. С вами Андрей Курейчик. Спасибо всем, кто поддерживает канал, наше благовидение. Всем, кто ставит лайки, комментирует и подписывается. Вы большие молодцы! Друзья мои, ну что, можно нас всех поздравить? И можно поздравить Светлану Тихановскую. Ее длинный, такой обстоятельный визит в США все-таки завершился вишенкой на торте. Она встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки. Произошло это вчера, как говорят, по инициативе Белого дома. Как видите, была большая пауза между первыми встречами, когда она только приехала с государственным секретарем Блинкиным и помощником по национальной безопасности Салливаном и Викторией Нуланд. Да, потом были поездки по городам, встречи с диаспорами, пресс-конференции, походы на разные телеканалы, в СМИ. И, видимо, в Белом доме присматривались. Присматривались, насколько Светлана Тихановская вообще соответствует уровню встречи с президентом США. Потому что все-таки Байден, ну не самый, давайте прямо скажем, открытый для встреч президент. Вон Зеленский не может с ним добиться встречи уже сколько времени. Хотя он и официально, да, президент Украины. И они вроде как там в каких-то союзнических отношениях. И Россия давит, и этот поток северный. Не может, не может. Встречу все откладывают, даты не говорят. А тут, видите, буквально вот присмотрелись и поняли, что да, да. Светлана все-таки уже вышла на тот уровень, когда это не просто не зазорно, а это абсолютно в плюс обоим встретиться. В Белом доме там какой-то кабинет очень известный рядом с этим обальным офисом, да, в котором там были какие-то исторические встречи. И вот они там провели 10-15 минут. Ну, естественно, это в большей степени знакомство, такая эмоциональная, эмоциональный контакт, символическая достаточно встреча, потому что что ты за 10-15 минут можешь сказать. Можешь сказать, что, слушайте, у нас в стране там беда, у нас в стране репрессии, у нас в стране то-то-то, помогите, да. А президент США может сказать только, что хорошо, я, значит, поручу Васе, Пете или как там их называют, чтобы они проработали такие-то вопросы и вам помогли. Все. Все. Но в принципе иногда больше и не надо. Если есть принципиальная позиция Соединенных Штатов на оказание серьезной помощи, на вмешательство фактически в процесс давления на Лукашенко, тогда этот каток будет уже не остановить. Если это все больше такие дипломатические политессы, тоже красиво, тоже полезно, потому что, ну, ни один президент Беларуси не был в Белом доме с визитом, ни один там, ну, а Лукашенко так вообще-то. Я посмотрел список тех, с кем он встретился после своей инаугурации, значит, ну, там Путин, значит, этот Мишустин и кто там, какой-то Кыргызстан или кто, и все, и все. То есть люди шарахаются от него, ну, потому что он действительно приносит неудачу. Как мне кажется, уже на таком уровне, что, ой, да зачем, даже самые страшные диктаторы думают, ай, ну, зачем, что-то от него веет какой-то фейлом, да, эпическими неудачами и кровью пахнет немножечко. Вот, а список тех, с кем встретила Светлана, гигантский, это практически вся Европа, все президенты, там, премьер-министры. И вот теперь добавил США. Значит, да, плюс, что действительно дипломатия от офиса Светланы Тихановской, это на сегодняшний день очень серьезное оружие борьбы, дипломатия. Минус в том, что, а выше больше некуда. Ну, все, вот был президент США, сейчас эта, как бы, тема будет отработана, сейчас все на эту тему, значит, порадуются, повосхищаются и так далее. А все, а выше президента США больше, ну, я не знаю, только если Папа Римский. И что дальше? И встанет вопрос, что дальше? И встанет вопрос, все-таки, практических выводов и практических результатов этого визита. На самом деле, при всех наших восхищениях и всем остальном, где-то недельки через полторы-две, там, в районе девятого, как раз числа юбилея, девятого, десятого, одиннадцатого юбилея нашей революции, я думаю, люди начнут спрашивать хорошо. Были визиты по всем европейским странам, по всем европейским организациям, прекраснейший визит в США, да, и, 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 конечно, штабу уже тут будет трудно, как бы, просто развести руками, сказать, посмотрите, на каком уровне нас принимают. Мы уже видим, на каком уровне, на самом высоком уровне действительно принимают Светлану Тихановскую. Но дипломатический прием и реальная политическая борьба – это разные вещи. Дипломатический прием и давление конкретное на Лукашенко – это разные вещи, все-таки, да, и люди будут спрашивать о результатах. Вторая опасная вещь, которую сделала Светлана, и которая явно вызовет гигантскую дискуссионную такую волну, и не всегда позитивную для нее, это она сказала президенту США, что борьба белорусов не носит геополитический характер. Как по мне, эта фраза была лишней, лишней и в ее вот отчете при селизе, даже если она это сказала, да и, честно говоря, лишней в разговоре с Байденом. Почему? Потому что в западной голове, в европейской, в американской, как бы есть две системы, и они носят геополитический характер. Первое – это западный мир, западная цивилизация, европейская или даже евроатлантическая, да, то есть это государство, которое строится на принципах права человека, свобод, демократии и так далее, и они объединены в разного рода союзы, НАТО, там, не знаю, ЕС, Совет Европы и там куча других. Это одна цивилизация. И есть какие-то другие центры силы, которые, да, действительно влияют на геополитику очень сильно, но не являются в полном смысле западной цивилизацией. Ну, та же Россия, это вот в нашем регионе. Поэтому, когда Светлана говорит, что выбор белорусского народа не связан с геополитикой, она фактически намекает, что, не, мы в западную цивилизацию, в Европу не хотим. Это неправда. Огромное количество людей вышло на площади и борются с Лукашенко и подставляются именно потому, что они хотят, чтобы Беларусь была европейской страной, частью европейской системы, частью Европейского Союза, как Литва, Латвия, Эстония, европейской безопасности и так далее. Допустим, Украина это говорит открыто, они внесли это даже в Конституцию. Мы еще до Конституции, как до Луны и до всего остального, как до Луны, но внутренне говорить о том, что мы не хотим в Европу, мы просто хотим снять Лукашенко, Ярмо Лукашенко. Да, а в Европу мы еще не решили, хотим ли мы. Вот, как по мне, это сильно ослабляет позицию, потому что это означает, что эти все американцы и европейцы говорят, ну хорошо, ну определите, у вас есть, ну извините, не будем вам мешать определяться, делайте как хотите. И помощь будет, ну будет такая, типа, ну вот вам, сколько там вы хотите, 10 миллионов долларов, да, 15, ну это же для них, для Америки, которая там сейчас триллионы эти там распределяет, ну 10-15, на, на, и все. У тебя не, у тебя, и занимайся там чем хочешь. Вот, чтоб не было такого. И я повторяю, это обидело многих белорусов, которые действительно проевропейски настроены. Я понимаю, что такой был нарратив еще во время предвыборной кампании, чтобы собрать максимальные голоса вот этого болота, которое такое неопределившееся, оно вроде и за Россию, и за Беларусь, и чтоб как Швейцария, и т.д. и т.п. Вот за это. Ну сейчас уже нет этой предвыборной кампании. Сейчас есть конкретная угроза поглощения России, она конкретна, она не просто близка, она стучится в двери. Есть Европа, которая приняла Светлану Тихановскую, обогрела, сделала ей там в Европе штаб, центр, выделяет финансирование и все остальное. Как здесь не иметь никакого геополитического характера? Расскажите мне, может я что-то не понимаю. Может я что-то не понимаю. То есть это означает, что сама Светлана и сам ее штаб не созрел до настоящей европейскости пока. Вот, ориентация на болото, вот что это означает. Но это, я повторяю, очень плохой месседж для западного мира. Означает, что просто, ну они еще не дозрели. Ну пусть зреют. Сколько им понадобится, чтобы они созрели? Понимаете, там год, два, десять. Пусть зреют. Вот может случиться вот это. И мы в итоге застрянем между, между. Те, кто проевропейские настроенные уедут в Европу. Да, останется это болото, которому, ну вскоре по большому счету станет все равно Лукашенко, там Лукашенко, все равно Путин будет. Вот такая у них логика будет. И, да, и будет там эмигрантский центр в Вильнюсе на вот эти госдотации. Но они тоже прекрасно будут жить, там все будет хорошо, никаких проблем не будет, будут ездить в конференциях участвовать и личных встречах. Но, но, страну мы не развернем, получается, в нормальную цивилизованную сторону. Сознание людей, ведь Светлана должна вести за собой людей куда-то, куда-то вести, показывать ориентир в ценностях, во всем остальном. Поэтому я не понял этой фразы. Пишите в комментариях, поняли ли вы ее. И, ну, кроме того, что это вот мне такие аргументы, это не должно злить Путина. Слушайте, Путин и Захаров уже все сказали про Светлану Тихановскую и про белорусскую оппозицию. Злить, не злить, все, они уже все сказали. Они сделали свой выбор в пользу Лукашенко, подписывают с ним документы и забирают страну. А Лукашенко, так сказать, лапки сводит и все. Ладно, друзья, у меня тут какое-то началось сверление, слышите, да, ремонты. Спасибо всем, кто был сейчас на канале. Пишите, пишите ваше мнение, будем обсуждать. Всем пока.